Здравствуйте, подписчики канала Процветок. Я Степура Мячеслава Франца из следующей лаборатории технологических исследований, доктор сельскохозяйственных наук. Я хочу вам рассказать, поступает очень много вопросов, как работать и подкармливать чеснок растения, особенно начиная в весенний период. Поэтому, когда вы придете на участок, вы посмотрите, визуально сфотографируете состояние растений и почвы. Если почва имеется зеленый цвет и мох, значит необходимо провести внесение изюстковых материалов, в частности доломитовой муки или изюсти или мела. Из расчета 7-10 грамм на растения. Вокруг растения вы вносите, обсыпаете. Потом, следующая операция, это рехление. Надо взрехлить возле растений, удалить там сорнячки. Возрехляете почву на глубину, на которой вы проводили посадку чеснока. На тяжелых почвах на 3-4 см садят, а на легких, песчаных, там до 5 см. Поэтому вы на такую глубину и рехлите. Потому что, если вы поглубже сделаете, значит можете повредить корневую систему. После рехления вы проведите корневую подкормку. Для этого вы берете 50 грамм мочевины, раствораете в 10 литрах воды и по 100-150 грамм подливаются под растения. Ведра хватает где-то на 70-80 растений. После того, как вы подкормили мочевиной, раствором рабочим, вы полеете. Потому что вода опустит это удобрение, препарат ниже, непосредственно к корням. После течения 5-7 дней вы проведете подкормку сурфатом магния. Вот берете 30 грамм на 10 литров воды и тоже поливаете по 100-150 грамм на растения. После этого немножко вы взрыхлите. После того, как вы подкормили сурфатом магния, вы через 5-7 дней подкормите микроэлементами. Для этого вы берете хилат железа, марганцы хилат, по 6 грамм, меди хилат, цинка, борной кислоты, по 4. Раствораете в воде и подливаете под растения по 50 мл. И потом после этого поливаете водой, чтобы загнать эти удобрения поглубже к корневой системе чеснока. После этого, как вы обработали и подкормили микроэлементами, для формирования луковицы необходимо внести монофосфат калия. Монофосфат калия вы берете тоже 50 грамм на 10 литров воды и подкармливаете. И тоже поливаете, и получается, когда вы все проведете, вот эти все корневые подкормки, корневые, то вы получите хорошую, достаточно высокую, высокое качество товарного луковицы и чеснока. Лук не будет, во-первых, болеть, во-вторых, листья не будут желтые, потому что все-таки создается там солевая зона, концентрация алиментов питания в корневой системе, которую блокирует передвижение разных вредителей, голых червей, потом проволочников настоящего и ложного и других хрущей, которые боятся вот этой концентрации. Растение тогда хорошо чувствует и дает достаточно хорошую урожайность лука и чеснока. А сейчас я отвечу на некоторые вопросы. Алион не успеет пожелтеть. А почему? Потому что вот сейчас идут процессы, такие климатические условия, не очень благоприятные для образования в почве нитратного азота. Поэтому растение страдает от недостатка азота. Поэтому раз недостаток азота, мы его должны убирать при помощи вот этого внесения мочевин и раствора. Потом подвижность фосфора и калия тоже при 6 градусах у почвы подвижность их замедляется. И вообще растение тоже имеет недостаток в этих элементах. И все это складывается, тем более магния. Сейчас магния особо у почвы мало, мало серы. Поэтому мы предлагаем носить сульфат магния, который содержит элемент магния и элемент серы. А чеснок, он серый очень положительный, относится к сере, к магнию. Поэтому на это надо, конечно, обращать внимание. Ну, интервалы подкормки где-то 5-7 дней вы подкормили, допустим, мочевиной. Через 5-7 дней планируется, потому что вы же приезжаете на дачу в субботу, как говорится, и то в пятницу. Потом вы подкармливаете монофосфатом, то есть не монофосфатом, а магний серно-кисленый. Тут и магний, и серо. То, что надо улучшаться, фотосинтез листьев. Листья становятся более темно-зеленые. А потом уже вы должны дать микроэлементы, потому что, когда уже идет начало образования луковицы, необходимые микроэлементы. микроэлементы вы даете, которые я вам называл, тоже где-то через 7-10 дней. Ну, а потом уже при формировании луковицы вы даете монофосфат калий, который содержит фосфор калий в достаточно хорошем, подвижном, доступном состоянии. И это все, конечно, будет сказываться положительно на формировании луковицы. Ну, конечно, вы же будете не забывать и о поливе, потому что сделали корневую подкормку. Обязательно надо полить, чтобы удобрение загнать подольше, поближе к корневой системе, чтобы оно не было, как говорится, верхнего 0,5 сантиметров, а где-то 10-15, потому что там основная корневая система вот этого растения чеснока. Можно подкармливать только раствором. Растворается это все в ядре и подкармливается. А потом, после подкормки, сразу польете, чтобы туда нам опустить удобрение. Уже потом, при формировании луковицы, почву надо от луковицы отгробить это растение, для того, чтобы попадали солнечные лучи, чтобы меньше было нагрузки. Это санитарные, в одном смысле, грибы разные и так далее, чтобы они там... Потому что солнечные лучи, они уничтожают, лучше доступ к кислороду, лучше растение вызрывает и фальмирует хорошую луковицу, чеснока. Если, допустим, взять чеснок, он где-то в конце июля уже готовый. Поэтому достаточно вот этих четырех подкормок, но только надо самим готовить микроэлементы. Потому что те, которые предлагают удобрения, они там почти их нету. Потому что могут писать, если, допустим, где-то 0-0-2 процента, то это не надо принимать во внимание, что они там есть. Потому что есть, по нормативным данным, 70-х годов. Если, допустим, микроэлементы находятся 0-0-2 процента, значит их нету, они пренебрегаются. А тем более дают 0-0-1, там 0-0-0-15 тысячных, поэтому их там нет. А это уже, конечно, не солидно, не корректно, потому что человек надеется, а в итоге их там нет. Поэтому лучше самому приготовить то, что я говорил. На ведро шесть, того шесть, того четыре этих, и будет тогда окей. Пожалуйста, используйте то, что я предлагаю, и будете тогда с чесноком.